Следующий уровень – уровень дефицита жизненной энергии. Деньги – это энергия. Если у вас нет энергии или она направлена в другое росло, монетизировать навыки и инициировать обмен очень сложно. Энергия может быть направлена в жизнь, в вашу жизнь или не в свою жизнь. Вы можете направлять либо в свою жизнь энергию, либо куда-то еще. Вот это куда-то еще – это смена, это когда часть энергии, либо значительная часть энергии направляется куда-то еще. Это либо родовая система, когда вы служите своей жизнью кому-то из родовой системы, либо обслуживаете какую-то родовую историю. Может быть направлена жизненная энергия в семейную систему. Не в вашу жизнь, а как будто бы назад. Когда вы удочерили, либо усыновили кого-то из родителей, либо застряли между, когда есть конфликт между родителями, и вы как будто бы арбитр, либо вы как будто бы примиритель, либо вы как будто должны выбрать чью-то сторону, вы смещаетесь со своего места, с того места, откуда идет ваша энергия. Либо заняли место родителя для кого-то из своих братьев и сестер, как будто бы сместили тем самым маму, либо папу. И может энергия быть застрявшей, либо направлена в травму. Если у вас есть шоковая травма, травма с угрозой для жизни, и ваша детская часть застряла в травме. Это три основных вектора, три основных направления, куда может быть смещена жизненная энергия, и что будет являться блоком движения к деньгам. Что вы делаете сейчас? Так же само вы интуитивно спрашиваете себя перед тем, как заглянуть к картам. Интуитивно спрашиваете себя, а какой номер блока максимально проявит, какой номер карты максимально проявит ту историю, куда я направляю эту энергию. В родительскую, в родовую, в травмирующую историю. И находите эту карту под видео. И, глядя на карту, отвечаете себе на вопрос, что происходит на карте, если на карте вы, кто вы, если есть на карте, если вас на карте нет, где вы в это время? Что на самом деле там происходит? Какое там чувство? В избытке оно? В недостатке оно? Сформулируйте одним предложением, как то, что происходит на карте, мешает вам иметь желаемый уровень дохода. Какие чувства у вас это вызывает? И как это мешает вам иметь свой уровень дохода? И как конкретно это проявляется в вашей жизни? И это будет карта вашего следующего блока. Мы увидимся ровно в следующем видео.